Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдера всего за несколько минут. Сегодня 18 марта, понедельник. История первая. Владимир Путин впервые прокомментировал смерть Алексея Навального. На пресс-конференции в предвыборном штабе Путин заявил, что был согласен обменять Навального на заключенных на Западе. У нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно. Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидели. Таким образом, Путин подтвердил информацию соратников Навального о том, что он получил предложение обменять политика. Отмечу, Владимир Путин впервые назвал российского оппозиционера по фамилии. Алексей Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима «Полярный волк». Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище Москвы. Сторонники Навального считают, что его убили. История вторая. Владимир Путин побеждает с рекордным результатом на президентских выборах в России. По данным экзитпола, в ЦИОМ и ФОМ он набирает более 87% голосов. Данные ЦИК практически не отличаются от показателей прокремлевских центров изучения общественного мнения. В ряде регионов его результат превысил 95%. Выборы в России, на оккупированных территориях Украины и в аннексированном Крыму проходили в течение трех дней. В последний день голосования тысячи россиян по всему миру вышли на акцию «Полдень против Путина» по призыву российской оппозиции. Большие очереди из желающих проголосовать выстраивались во многих городах России и зарубежных столицах. Одна из самых массовых акций прошла в Берлине. В посольство пришла Юлия Навальная. На выходе из депмиссии она рассказала, что вписала в бюллетень фамилию своего погибшего мужа. На Западе выборы в России считают несправедливыми и несвободными, а так называемое голосование на оккупированных территориях Украины – незаконным. Нелегитимными назвал выборы в России Владимир Зеленский. В эти дни российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире ясно, что этот деятель, как это уже не раз случалось в ходе истории, просто жаждет власти и делает все, чтобы править вечно. В этой имитации выборов нет и не может быть никакой легитимности. Этот человек должен предстать перед судом в Гааге. Это то, что мы должны обеспечить. Добавлю, Путин находится у власти в России почти четверть века. Он баллотировался в президенты уже в пятый раз. История третья. Власти непризнанного Приднестровья сообщили об ударе дрона по российской воинской части. В результате произошел взрыв и пожар. Был уничтожен вертолет Ми-8. Никто не пострадал. Вертолет был в нерабочем состоянии. Телеграм-канал «Первый Приднестровский» утверждает, что дрон прилетел со стороны Украины. Кишинев после изучения видеоматериалов факт нападения на воинскую часть в Приднестровье не подтвердил. А Украина обвинила в произошедшем Россию. Киев назвал инцидент провокацией военного характера. В правительстве Украины считают, что таким образом Кремль хочет добиться информационного нагнетания ситуации. Ранее власти самопровозглашенного Приднестровья обвинили Молдову в подготовке боевых групп для совершения терактов на территории региона. В Американском институте изучения войны считают, что Кремль надеется использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове перед переговорами о вступлении в ЕС и президентскими выборами, которые пройдут в этом году. История четвертая. На Олимпиаде в Париже смогут выступить около 40 россиян. Такую оценку высказал вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс. При этом чиновник отметил, что не уверен в точном количестве россиян, которых допустят до участия в играх. По решению МОК, атлеты из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям лишь в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и национальной атрибутики. В играх не смогут принять участие спортсмены, которые активно поддержали войну против Украины, или как-то связаны с российскими или белорусскими вооруженными силами и спецслужбами. В Олимпийском комитете России назвали условия МОК несправедливыми, но подчеркнули, что по пути бойкота не пойдут. Париж в этом году примет летнюю Олимпиаду уже в третий раз. История пятая. В Исландии началось очередное, уже четвертое с конца прошлого года, извержение вулкана Рейкьянос. Эксперты говорят, что это извержение самое мощное за последние месяцы. Лава уже достигла восточных окраин города Гриндавик. Его жители эвакуировали. Людей также вывезли из Голубой лагуны, популярного геотермального курорта в стране. Гриндавик расположен на юго-западе страны. До марта 21-го года в этом регионе не было извержений в течение восьми столетий. Вулканологи считают, что речь может идти о начале новой эры сейсмической активности в Исландии. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok